Москва на сегодняшний день, наверное, самый крупный город, драйвер творчества и инноваций в России. Об этом говорят цифры, об этом говорит атмосфера городских улиц, площадей, каворкингов, технопарков и даже очень многих сегодня и районов в том числе. Очень важно, чтобы вот это стремление к новому поддерживалось, укреплялось и становилось таким истинным духом сообщества. Я считаю себя счастливым человеком, потому что у меня очень много интересных занятий в жизни. И так сложилось, что все они связаны с городами в той или иной ипостаси, с городами и с людьми. Вот что самое интересное сейчас в современном мире? Мне кажется, это города и люди, они всегда интересны. Вот городская повестка сейчас становится настолько насыщенной, многообразной, сложной, интригующей, что заниматься этим с самых разных сторон – это большое удовольствие. Москва, безусловно, изменилась, и что очень радует, она меняется в ногу с крупнейшими мегаполисами мира. Мы видим принципиально иное отношение к городской среде. Это отношение, которое ближе к тому отношению, которое свойственно рачительной хозяйке к собственной квартире. Нам всегда хочется, чтобы у нас дома было не просто комфортно, удобно, но еще и красиво. Вот эстетика и функциональность городских пространств выходят на первый план. Конечно, это абсолютно взрывной рост городских сервисов. И здесь Москва может очень многим похвастаться. То, что мы сейчас, оказавшись в самоизоляции, мы же на самом деле не очень сильно это почувствовали с точки зрения доступа городских сервисов. Мы 24 на 7 имеем доступ к интересующей нас городской информации. То есть мы как бы все время вот этой цифровой пуповиной соединены с нашим городом и чувствуем как бы его пульс. Кто-то из урбанистов недавно сказал, что современные горожане уже почти как посетители пятизвездочного отеля. Они очень требовательны к сервисам, услугам, возможностям, которые им город предоставляет. Они стали придирчиво смотреть не только на то, как устроен их быт в пределах собственной квартиры, они очень придирчивы к тому, как выглядит их подъезд, что представляет собой их двор, квартал, район, как устроены парки, как устроены какие-то досуговые организации. Поэтому здесь город вынужден отвечать на эти растущие запросы. Вот этот более свободный, более творческий образ жизни заставляет город расставлять определенные приоритеты. Вот этот приоритет, который мы видим в части развития парков и общественных пространств, он не случайен, он продиктован именно тем, что для людей сейчас в их образе жизни, в их представлениях о досуге, о комфорте является самым важным. Программа «Мой район» – это такая история, которую особенно сегодня, знаете, даже если бы ее не было, ее нужно было бы обязательно придумать. Вот очень часто и на форуме, и вот с коллегами спрашивают, что такое «Мой район». «Мой район» – это настройка фокуса вашего прожектора на вот этот конкретный район, на эту конкретную точку в пространстве, в которой вы хотите увидеть то, что не было видно раньше. Город, как многоуровневая, сверхсложная система, требует определенных стандартов. Должен быть все-таки такой городской минимум, вот такой вот стандарт городской жизни, к которому надо стремиться и который должен быть очень понятен и очевиден и прост для всех. Вот у нас есть требования поликлиника, детский сад, школа на определенном расстоянии, на определенное количество жителей. Сейчас этот список вот этого нормирования дополнился тем, что, например, все практически москвичи и многочисленные опросы исследований это показывают, хотели бы иметь парк или зеленую зону. Причем не просто вот это, знаете, как говорят на таком профессиональном жаргоне, знаете, не просто этот зеленку, да, там, кусочек зелени. Они бы хотели иметь такой парк, который был бы конкурентоспособен даже на уровне там центральных московских парков, чтобы там были спортивные зоны, тихие зоны, площадки, чтобы там действительно была природа, а не все залито асфальтом и так далее. То, что сейчас, можно сказать, входит уже в такой московский районный стандарт. Чтобы была возможность не чувствовать себя провинциалом, живя в Москве просто чуть дальше от центра. Вот это преодоление провинциальности – это такое отчетливое требование жителей районов. Мне кажется, что сейчас, особенно вот в период, который мы переживаем после пандемии, люди мечтают о так называемом 15-минутном городе. И это делает программу «Мой район» еще более важной, еще более нужной, еще более востребованной. Нам очень хочется жить в непосредственной близости не только от школы и поликлиники, но и от тех мест, где мы работаем и общаемся. И это, конечно, такой особенный вызов для московских районов, где нужно создавать точки притяжения, где можно было бы либо открыть свой собственный бизнес, либо ходить на работу в офис. Вот, мне кажется, именно это то, о чем мечтают москвичи – жить, продолжать жить в большом насыщенном мегаполисе, но в то же время чувствовать вот этот комфорт и уют 15-минутного города, где все под рукой, чтобы не нужно было тратить на работу по два часа. За 10 лет очень сильно изменилось отношение горожан к своему собственному городу. Если раньше нам казалось, что все, что за пределами нашей квартиры – это некоторый чуждый такой, незнакомый нам мир, который, в общем-то, наверное, нас и не особо касается, то сейчас для нас наш район, наша улица, наш двор – это часть нашей жизни. И мы смотрим на детские площадки, на то, как устроено дорожное покрытие, на то, как выглядит летняя веранда, точно так же, как мы смотрим на часть своего собственного приватного пространства. Вот это чувство причастности горожан к городским делам – это, наверное, самое существенное городское изменение, которое произошло. Нам необходимо и очень важно делать урбанистику и тему городского развития популярной. Мне кажется, что самое важное изменение – это как раз то, что гораздо больше людей хотят сейчас участвовать в городской и особенно в районной жизни. Это очень разное участие. Действительно, с этим надо учиться работать. Вот я считаю, что вызов городского управления сегодня – это научиться эффективно взаимодействовать с горожанами. Потому что те времена, когда люди относились индифферентно к изменениям, которые происходят в их дворе, на их улице и в их районе, они давным-давно прошли. Этот район Москвы на самом деле образец города будущего. Когда буквально в шаговой доступности, а мы здесь не очень любим автомобили с двигателями внутреннего сгорания, у нас всё находится в шаговой доступности, вы можете придумывать, отдыхать, получать новые знания. То есть жить насыщенной, полноценной жизнью, выезжая в центр только для каких-то значимых встреч или культурных событий. Вопрос создания городской среды, конечно, с самого начала был, наверное, ключевым вопросом для инновационного центра Сколково. Можно сказать, что помимо традиционного благоустройства инновационный центр Сколково создавал свою творческую и комфортную городскую среду, основываясь на трёх принципах. Первый – это, конечно же, интерактивность и участие. Люди хотят быть не просто наблюдателями, они хотят участвовать. Это может быть наш традиционный ежегодный фестиваль Сколково джаз, это могут быть мастер-классы для детей, это может быть наш ежегодный пикник для детей и родителей, или открытые инновации. Второй важный принцип – это, как ни странно, неожиданность. Мы бы хотели, чтобы что-то будило наше воображение. Для этого в Сколково развернулась программа паблик-арта, и мы практически повсеместно встречаем разные арт-объекты, которые заставляют нас задуматься о чём-то новом, посмотреть на среду, которая нас окружает с такой неожиданной стороны. Ну и третий принцип – это возможности здесь. Возможности должны быть открытыми. Открытые пространства, где можно сесть с чашкой кофе, где можно встретиться со своими коллегами, обсудить новую неожиданную идею, где можно заняться спортом, где можно погулять с детьми, они не регламентированы, они свободны. Намерно, вот эти вот три принципа – свободы, открытости, интерактивности и неожиданности – стоило бы целенаправленно, планомерно переносить в другие московские районы, чтобы жителям там было комфортно и интересно, и чтобы среда и в районах Москвы тоже побуждала нас думать, действовать, фантазировать, что для современной экономики знаний, которые становятся ядром городской экономики, становится все более важным.